всем добрый день и сегодня мы сами отправляемся ни за что не угадайте мы отправляемся в русский магазин который находится у нас здесь рядышком в соседнем городке который называется алтея в этом русском магазине продаются очень много не только из русских продуктов но есть и румынский по моему есть из латвии эстонии с литвы тоже очень много продуктов есть также с германии кстати большинство из продуктов которые мы там покупаем как русского происхождения до традиционное которыми привыкли кушать когда были вот когда я была маленькой они почему-то но они как бы из с германии импортируются поэтому очень много можно видеть на немецком языке и рядом надпись на русском так что так поедем посмотрим там снимать она как нельзя потому что если была бы хозяйка сейчас посмотрим застанем или нет если нет то другие женщины не особо как хотят давать снимать и я уже знаю они как но они такие не очень приятные не ведут к разговору да вот поэтому очень как-то тяжело будет посмотрю может тихоря что-нибудь вам сниму все таки я думаю многим будет интересно что же продается у нас здесь в испании в русских магазинах ну а пока покажу вам немножко ту часть альбира где мы в основном гуляем это как раз мы сейчас подъезжаем к началу пляжа как вы видите я не выложил еще другое видео которое снимала около моря сейчас у нас уже все хорошо водичка теплая у нас стоят гамаки вот начинают по чуть-чуть собирать видите вот эти перекладины это для таких кроватей гамаков широких чтобы там люди могли отдыхать вот принципе здесь вот рядышком слева можете видеть магазинчики это очень популярный магазин называется али хоп там где корова стоит под зонтиком да тут еще такое есть не знаю если они где в россии мне кажется их нет в германии я тоже не видела когда там жила вот но здесь вот такие вот есть там продаются сувениры всякие такие мелочи для дома слева ярмарка я на пока еще не открыта она открывается после закрытия школьного учебного года в этом году не знаю как все будет они это все монтируют там есть как продаются всякие традиционные сувениры тоже и ну и в основном аттракционные всякие для деток там батуты чтобы прыгать шары и горки всякие в общем типичная ярмарка то вот не знаю как они этом году это все будет делать связи с карантином посмотрим по этой набережной кстати можно дойти до самой алтеи и она вот такая вот очень приятная около дороги дороги спокойной машины здесь ездят очень медленно поэтому гулять очень приятно кстати альбир и алтеи они очень тесно связаны вот смотрите сейчас вам покажу этот круг обозначает конец альбира начало алтеи то есть все что идет по левую сторону этой дороге вот эти барчики ресторанчики это альбир а справа уже алтея как ни странно вот в принципе здесь очень очень спокойно все люди сейчас идут на пляж гуляют купаются мы тоже искупались буквально вчера было очень приятно на море сейчас вода 22 с половиной градуса очень хорошо он непривычно мы обычно так рано не купаемся но в этом году вот так вот нам повезло а сейчас наслаждайтесь дорогой потом я вам покажу русский магазин приятного просмотра и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 гречневая стоит 2,35 евро, а манная крупа стоит евро 50-55 пачка, мы купили две, купили еще вот такие вот разные сырочки с маком есть, они все покрыты шоколадной глазурью, черной или белой, то есть молочным шоколадом или белым, вот сырок есть с кусочками, таким как желе, есть сырок с малиной, и самый обычный классический, мой любимый, это с ванилью, стоят они недорого, стоят они по 80 центов, по 65, в принципе в русском магазине есть все, как-нибудь попробую может еще больше вам снять, если вам что нужно, то обязательно спрашивайте.